Инфраструктура зонно-активного отдыха в Стропах продолжает развиваться и претерпевать положительные изменения. Завершается реновация здания спасательной станции на улице Стропу-40. Теперь здесь будет не только пост спасательной службы муниципальной полиции, но и современно оснащенная тренировочная база для грибцов и общественные уборные, которыми в летний сезон смогут пользоваться отдыхающие. В настоящее время объект находится в стадии сдачи в эксплуатацию. В рамках модернизации инфраструктуры спасательной станции отремонтирован фасад здания, утеплена крыша и модернизированы внутренние помещения. От старого здания фактически остались только внешние стены и несущие конструкции. Помещения изменились до неузнаваемости. Частично изменена планировка, полностью заменены все инженерные коммуникации, построены системы вентиляции и отопления, а также в здании установлены системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. В обновленном здании разместится пост спасательной службы муниципальной полиции, которая будет следить за порядком в районе променада. Летом за безопасностью отдыхающих, а зимой за безопасностью любителей подлёдного лова. Основная часть здания будет отвезена грибцам. Для них оборудованы помещения для тренировок и раздевалки с душевыми. А в ближайшем времени также будет оборудован тренажёрный зал, что позволит полноценно тренироваться круглый год. Очень радостно то, что у нас грибцов становится больше, так как у нас есть прекрасное озеро и создаётся инфраструктура для них. Поэтому эта база, я думаю, будет активно использоваться. Тем более появился там и новый тренажёрный зал, который ещё в данный момент приобретает тренажёры, и будет поставляться мебель, шкафчики разные и так далее. Посетителям центрального пляжа в стропах в новом сезоне отдыха будут доступны благоустроенные туалеты, в том числе для инвалидов, а также специальная комната ухода за детьми. Однако на этом улучшение объекта не закончится. Следующим шагом будет благоустройство прилегающей территории. Договор на выполнение этих работ уже заключён. Планируется перенести забор рядом со спасательной станцией, создать площадку с твёрдым покрытием и проложить дорожки, поставить скамейки, урны для мусора и фонари, оборудовать зону активного отдыха и клумбы. Работы начнутся, как только будет утверждена техническая документация и позволят погодные условия. Помимо этого, планируется, что в этом году вблизи спасательной станции будет создан специальный пляж для людей с ограниченными возможностями. Эта задача была поставлена, объезжать определённая сумма запланирована, и мы надеемся, что в этом году этот проект будет реализован, потому что есть резервированное место, есть конкретный проект с оборудованием, который можно будет поставить для людей, которые на инвалидных колясках, для людей, у которых определённые трудности передвижения есть, как мы говорим, для инвалидов. Особые условия создать, чтобы они тоже рядом с центральным пляжем могли бы использовать ту инфраструктуру и покупаться, и отдохнуть рядом, поэтому это в комплексе есть. Конечно, мы планируем дальше развитие всей этой зоны, после переноса забора дальше планируется установить ещё в дальнейшем и второй эллинг для лодок, потому что гребцы очень активно не только занимаются спортом, и дети занимаются, но и проводятся различного уровня соревнований, и международного уровня, например, как драконовые лодки, как мы популярные стали уже в этом году, уже третий чемпионат будет международный по драконам лодка в августе-начале, поэтому нужно лодки хранить, и база, я думаю, для этого будет очень хорошая, чтобы дальше продвигать эти идеи. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагупилской городской думы.